Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. С вами братья Иван и Александр Кулагины. Рассказывать вам буду я, Иван, а Александр у нас сегодня командует камерой. Мы являемся хозяевами магазина Секира, организаторами исторического фестиваля Балины Берег, и я командую клубом исторической реконструкции Дружина Эльдиарн. В этом выпуске мы расскажем вам о доспехах эпохи викингов, конкретно о скандинавских доспехах эпохи викингов. Посмотрев наш ролик, вы будете знать всё о доспехах викингов. В этом выпуске мы не коснёмся темы шлемов. У нас уже есть ролик о скандинавских шлемах эпохи викингов. Смотрите его по подсказке или ссылке в описании. Но сначала мы хотим поприветствовать всех наших новых зрителей. Наш недавний ролик о фестивале Русборг хорошо зашёл. Он набрал уже более 40 тысяч просмотров, что является серьёзным результатом для нашего начинающего канала, и привёл к нам новых подписчиков. Благодарим всех, кто посмотрел этот ролик, ставил лайки, писал комменты и приветствуем наших новых зрителей. Несмотря на популярность темы викингов, многие наши современники имеют весьма размытые представления о том, как именно выглядели викинги. Кинематографы компьютерные игры зачастую игнорируют историческую достоверность, одевают викингов в весьма сомнительные наряды. Касается это не только костюмов, но и защитного снаряжения. Такие продукты современной массовой культуры, как сериал «Викинги» или игра Assassin's Creed Valhalla, показывают нам совершенно фантастические вещи, имеющие мало отношения к реальной материальной культуре Скандинавии в эпоху викингов. К хорошим же примерам мы смело относим фильм «И на камнях растут деревья» и игру «Маунтен Бэйд». С известными оговорками, разумеется. Если вы знаете другие примеры, когда доспехи викингов показаны хорошо и достоверно, напишите нам в комментариях, обсудим. Ну а мы в очередной раз напомним, что викинги – это не народ, а социальный статус, и начнем. Чтобы составить представление о том, какие именно доспехи использовались в Скандинавии в эпохе викингов, мы углубимся в исторические источники. Источников в исторической науке существует всего три типа. Это археология, изобразительные источники и текстовые источники. Все они должны иметь прямое отношение непосредственно к исследуемой эпохе. То есть картины 19 века, изображающие викинга, не будет никаким образом для нас источником. А вот рунический камень 10 века, несомненно, источником будет. Источники показывают нам, что в Скандинавии были в ходу всего два типа доспехов. Это кольчуги и ламеллярные доспехи. Кожаных доспехов, вероятнее всего, не было. Наручи и поножи тоже. Как так, спросит кто-то. Ну, сейчас расскажем. Давайте по порядку. Кольчуги. Скандинавы называли кольчугу словом бринья. Согласитесь, созвучно нашему слову броня. Само слово предположительно имеет кельтское происхождение, как и предположительно сами кольчуги. Древнейший фрагмент кольчуги обнаружен в кельтском захоронении третьего века до нашей эры на территории современной Румынии. Первое достоверное упоминание кольчуги оставил в первом веке до нашей эры римский автор Марк Теренций Ворон, назвавший доспех гальской железной туникой. Вследствие кольчуга приобретает большую популярность в Древнем Риме и распространяется по миру. Если вам интересно, сделаем ролик про историю кольчуги. Какими были кольчуги викингов? Обратимся к археологии и осветим основные находки. Кольчуга из Германбю, Норвегия, 10 век. Эта находка имеет наилучшую сохранность из всех скандинавских кольчуг эпохи викингов и дает нам представление о их покрое. В раскопанном в 1943 году кургане на ферме Германбю было обнаружено два погребения по обряду трупосожжения, датируемых 10 веком. Одно из погребений содержало богатый набор наступательного и защитного вооружения, наибольшего внимания из которого заслуживают уникальные. Для Скандинавии находки шлема и значительных фрагментов кольчужного полотна. В погребении обнаружено около 85 фрагментов кольчужного полотна разной сохранности и размеров. Два кольчужных кольца сохранились прикрепленными к венцу шлема, что позволяет предположить нам, что не все фрагменты относятся к кольчуге. Часть из них являются фрагментами барминцы. Некоторые шлемы предшествующего эпохи викингов венельского периода имеют подобные барминцы, подвешенные к венцу шлема. Выглядеть крепление барминцы к шлему из Германбю при помощи кольчужных колец могло примерно так. Кольчужные фрагменты состоят из склепанных и цельных колец, что является общей чертой для всех найденных в Скандинавии эпохи викингов кольчуг. На Руси, в принципе, кольчуги устроены примерно так же. Схема плетения 4 в 1. То есть 4 цельных кольца скреплены одним склепанным кольцом. Кольца под заклепку изготовлены из проволоки, а цельные вырублены из листа. Кольчуги подобного типа в реконструкторском сообществе принято называть клепанасеченными. Общая площадь всех найденных фрагментов составляет около половины квадратного метра, что говорит нам о небольшом размере кольчуги. Скорее всего, она имела очень короткие рукава и довольно короткий подол. Короче, чем у меня. Кольца имеют различные размеры. По внешнему диаметру от 7,5 до 8,7 мм. А по толщине от 1 мм до 1,9 мм. Что является результатом незначительной стандартизации продукции, изготовлявшейся простыми инструментами в те далекие времена. Кольчуги, изготавливаемые реконструкторами в наше время, зачастую выполнены не в пример аккуратнее. Обусловлено это гораздо более высокой точностью и качеством современного инструмента. Следующей знаковой находкой являются элементы кольчужного полотна из Бирки. Бирка – это торговый город. В нем был гарнизон. В 10 веке гарнизон по какой-то причине сгорел. В том же 10 веке город прекратил свое существование. О городе Бирка и его гарнизоне мы поговорим отдельно. Нас же интересуют обнаруженные на территории гарнизона Бирки остатки доспехов. Исследователями обнаружены детали кольчужного полотна, ламеллярных доспехов и шлемов. Кольца из гарнизона сильно различаются по внешнему диаметру. Значения варьируются от 7,8 мм до 19,2 мм. Но большинство диаметра колец укладывается в диапазон 9-10 мм. Как попали остатки кольчужного полотна туда, где их нашли? Исследователи считают, что на этом месте хранились доспехи, сделанные из этого самого полотна. Кольчуги и другое оружие хранилось вдоль стен, возможно, в сундуках. То, что зал дома сгорел и оружие осталось, указывает на то, что он был спешно покинут. Возможно, на гарнизон напали. Однако, также можно предположить и то, что впоследствии на пожарище вернулись и забрали наиболее хорошо сохранившиеся остатки доспехов. Кольчуги могли украшаться декоративными кромками из колец, выполненных из цветного металла. О таких вариантах украшения скандинавских кольчуг нам дают представление о следующей находке. Кольчужные фрагменты с Готланда, например. Близ деревни Слиты, на острове Готланд, в захоронении найдены два кольчужных полотна, составляющих в сумме 5 рядов по 20 колец. Как показали рентгеновские исследования, два крайних ряда полотна выполнены из меди. Также есть схожая находка в Орхусе, Дании, конец 10 века. В 2009-2010 годах в датской местности Орхус Биспетервет был найден фрагмент доспехов конца 10 века. На фрагменте размером 5 на 3,5 см, то есть в достаточно небольшом фрагменте, сохранились три кольца из медного сплава, создающие декоративную кромку. Отделка кольчуг по подолу и краям рукавов кольцами из меди, бронзы или латуни встречалась и в других регионах мира. Также таким же образом могли украшаться и бармицы шлемов. Это все, что мы знаем о кольчугах эпохи викингов, найденных непосредственно в Скандинавии. И другим типом защитного снаряжения, обнаруженным в Скандинавии и датируемым эпохой викингов, являются ламеллярные доспехи. Не задерживаясь долго на том, что такое вообще ламеллярный доспех, его происхождение и истории, перейдем сразу к находкам. А находка у нас, собственно, одна. Это ламелляр из Бирки. Ламеллярные пластины были найдены при раскопках вышеупомянутого города Бирка, в том же помещении гарнизона, что и кольчужные фрагменты. Датируются 900-ми и 950-ми годами, то есть 10-м веком. Всего найдено не менее 720 ламеллярных пластин, которые были разделены на 8 типов. Самая точная параллель пластинам из Бирки – это пластины из Кургана в Балык-Суок, Алтай. Погребения датируются 700-ми и 1000-ми годами нашей эры. Пластины, найденные в этом погребении, в принципе, внешне такие же, как и пластины из Бирки, и имеют, кроме того, почти такие же размеры. Ламелляр из Балык-Суок является одним из самых хорошо сохранившихся, и на его основе делаются реконструкции многих других ламеллярных доспехов. Кубарев Глеб Владимирович упоминает 19 находок, которые сравнимы с доспехом из Балык-Суока. По кубареву пластины и в целом доспех из Балык-Суока имеют черты общие с другими центральноазиатскими и особенно саддийскими доспехами. Исследователь предполагает изготовление доспешной гарнитуры из Балык-Суока в саддийской мастерской. Возможно, такое же предположение можно сделать и в отношении доспеха из Бирки, но пока осторожно предполагается его тюркское происхождение. Это все находки защитного снаряжения с территории Скандинавии эпохи викингов. Кто-то может спросить, а как же доспехи из кожи? А как же стеганая защита наручи, поножи, защита кистей, рук и ног? Развивать эту тему мы не будем, дадим краткий ответ. Доспехи из кожи или стеганые доспехи отсутствуют в археологии полностью. Наручи и поножи тоже не встречаются? Нет. Хотя на вендельскую эпоху есть находки наручи и поножи из захоронения в Альсгарде 8, но между вендельской эпохой и эпохой викингов как минимум 100 лет. Почему так происходило, что скандинавские воины не использовали кожаные или стеганые защитные снаряжения, а также какую-либо защиту конечностей? Это тема отдельного и в большей степени умозрительного разговора. Кратко можно все свести к экономическому базису, технологическим возможностям и военным потребностям скандинавского общества эпохи викингов, которым по всей видимости подобные средства защиты не соответствовали. Поговорим лучше о количестве доспехов и ценах на них. Количество. Доспехов, скорее всего, было довольно мало. Их позволить могли себе далеко не все, ввиду их редкости, сложности производства и, как следствие, очень высокой цены. В том же гарнизоне Бирки располагалось около 40 воинов, что является нормальным размером дружины для X века. Однако, обладателями доспехов, в том числе и кольчуг, являлась лишь малая часть из них. Вероятно, доспех принадлежал воинам самого высшего ранга. Сколько стоили доспехи? Франкский юридический текст 7 века, Lex Rebuaria, заявляет, что шлем стоил столько же, сколько щит, копье и меч вместе взятые, а кольчуга вдвое дороже шлема. Единицей стоимости в Lex Rebuaria является монета Solid, которая соответствует стоимости одной коровы. Для сравнения, меч с позолоченной рукоятью, упомянутый в саге о Лакс доле, стоил половину золотой марки, что по шкале ценностей, основанной на законе Гулатинга, равнялось бы 13 коровам. Однако, кольчуга обычно была самой дорогой частью снаряжения воина и представляла огромную ценность. На том же гобелине из Байо мы можем видеть сцены, показывающие, как победители снимают кольчуги с убитых и раненых воинов, что дополнительно свидетельствует о высокой ценности кольчуг, а также о том, что их охотно забирали с полей сражений в качестве трофеев. Кстати, по этой причине зачастую на полях битв мы находим не так много вообще каких-либо остатков оружия или доспехов. О ценах на оружие в эпоху викингов и Древней Руси можно снять целый отдельный ролик. Напишите, если хотите этого. О том, сколько могли стоить ламеллярные доспехи, у нас данных нет. Мы можем предположить, что цена ламеллярного доспеха могла быть не ниже, а то и выше, чем цена кольчужного доспеха. Применение. Эксперименты показывают, что кольчуга практически не защищала от стрел. Бронебойные стрелы попросту разрывают кольца и проникают на значительную глубину в тело. Реконструкторы провели массу экспериментов со свиными тушами, одетыми в кольчуге. Кольчуга совершенно точно может выдержать удары меча или сабли, но с трудом держит удар топором и точно не держит хороший удар копьем. Другое дело, что плохо рассеивая силу удара, кольчуга не уберегает от травмирующего заброневого воздействия кинетической энергии, переданной от оружия к телу. Таким образом, не преодолев при ударе кольчугу, Бродекс, например, вполне может вызвать гематомы или даже переломы. Однако, совершенно точно иная картина с ламеллярным доспехом. Он гораздо лучше рассеивает силу удара, а пробить его любым оружием, доступным в эпоху викингов, почти невозможно. Хотя, огнестрел, безусловно, справляется с этим без проблем. Мы рассмотрели все археологические данные, что у нас имеются под доспехом викингов. Исходя из материалов саг и находок кольчужных колец, можно сделать вывод, что скандинавы пользовались кольчугами. В основном кольчугами. И в основном это были ярлы, конунги и их приближения. Саги также упоминают использование кольчуг самыми великими героями. Говорить о широком использовании ламеллярного доспеха не приходится. Доспехов в целом было крайне мало. Для большинства скандинавских воинов основной защитой являлся щит. Если мы что-то упустили, напишите. О щитах викингов мы сделаем отдельное видео, если вы этого захотите. Напишите об этом в комментариях или предложите свою тему для следующих выпусков. Еще. Я хочу порекомендовать вам канал Wargame Rus. Солдатики. История моделизма. На этом канале есть прекраснейший документальный фильм о знаменитой битве в Тавтабурском лесу. Это будет интересно посмотреть тем, кто интересуется древнейшей историей германских племен и античностью древним Римом. Также на канале масса других роликов. В общем, рекомендуем, посмотрите. В принципе, о битве в Тавтабурском лесу я знал и раньше, естественно. Но такого количества деталей, особенно контекста, в котором произошла эта битва, я до просмотра фильма не знал. Рекомендую, зацените. Ссылки в описании. Ну и не прощаемся. И приглашаем на блины берег.